Предубеждения всегда есть. Всегда есть. Я даже могу по секрету так сказать, что... По секрету всему свету. Что два основных предубеждения, которые у японцев есть против иностранцев, любых, это то, что они тупые и грязные. Это такое общее, расхожее представление об иностранцах, наверное, с 18 века, когда первые иностранцы здесь появились. И люди, которые с иностранцами тесно не общаются, они придерживаются вот этих предубеждений. Но вообще, конечно же, о каждой стране представление свое есть. Я могу про Израиль сказать. Большинство считает, что... А, Израиль, а, это люди, у которых очень умная голова. Японцы считают? Да, да, да. То есть я это слышал много раз, и не то, что это прямо мне говорилось, а просто вот мои друзья общаются со своими друзьями, уверены, что я не врубаюсь, о чем речь идет на японском языке. Я, конечно же, совсем-то не врубаюсь, но процентов 30 словарок все-таки я ловлю, про что говорят. И вот они говорят, да, да, вот он из Израиля. А, это там, где все эти умные. В общем, вот так вот. Про разных людей у них есть свои пред... Нет, я, конечно же, встречал здесь те, кто говорили, а, ты из Израиля, это вы разделили Палестину на две части, что люди не могут проехать из одной части в другую. То есть есть разные, то есть. Но в основном, как бы, общее, это вот, а, это вот эти умные. А в целом отношения к Израилу? Или вообще много интересует? В целом отношения нету. Здесь два полюса существуют. Здесь существуют те, кто публикуют. Вот среди моих знакомых, с кем я делал бизнес много лет. Японцы вообще, они всегда пытаются свои эмоции скрыть. Они всегда избегают конфликтов. Если они подозревают, что какой-то вопрос обсуждения, вытаскивание какого-то вопроса наружу может к конфликту привести, они эту тему не будут поднимать. То есть они попытаются всеячески ее, в принципе, не трогать. Потому что, ну, зачем портить гармонию отношений к каким-то вопросам, которые вдруг раз и может все поломать. Но мы же живем в век Фейсбука, поэтому вот я знаю человека, например, 12 лет уже, да, мы с ним тут еще в Японии начали общаться вот с самого начала, как только я приехал. А бывает на Фейсбуке у него проскакивают какие-то публикации там, вот оно, истинное лицо Израиля. И там разгобленный дом в Газе. А это какой-то его японский друг, репортер, в Газу поехал и там снял это и поставил. Но мы с ним поговорили, вроде как он понял, что существует совсем другая сторона этого конфликта, о которой он и не слышал. Но и те, и другие, и те, которые, скажем, хотят поругать Израиль за арабо-израильский конфликт, и те, которые занимают произраильскую сторону, а в Японии таких много очень, и те, и другие говорят, а, израильтяне, это те умные, а, это те, которые создают всякие лучшие компьютерные штучки в мире. То есть вот какое впечатление. А тут недавно просто, я даже не знаю, интересно или нет, один человек совершенно чужой поделился, он собрал коллекцию, это вот на японском языке, он собрал коллекцию сувенирных израильских ложек, и под каждой ложкой там написал, что это означает. Я сам даже всего этого не знаю. То есть он с любовью, с такой, с интересом сделал это все. Есть вот такие люди. Субтитры создавал DimaTorzok